В станице Северская ликвидировали возгорание. По словам очевидцев, пожар начался 23 августа около двух часов дня. В одном из домов по улице Краснодарской загорелось неживое помещение. Для его тушения на место происшествия выехал пожарный расчет. По официальным данным, жертв в результате возгорания нет. Служба МЧС настоятельно рекомендует быть бдительными в летний период. Не разводить костры, соблюдать осторожность при обращении со спичками и другими огнеопасными предметами. Не бросать непотушенные сигареты. Без необходимости не сжигать мусор на своих садовых и дачных участках и вблизи леса. В самом центре станицы Азовска Северского района расположена большая старая, казалось бы, ничем не примечательная турлучная хата. Именно здесь проживал последний дореволюционный атаман станицы Григорий Кочубей, погибший от рук большевиков в годы Гражданской войны. Старинная казачья хата построена в станице Азовской еще в 18 веке. Но время фашиста и отсутствие крепкой хозяйской руки привели практически к полному разрушению раритетного строения. Однако, благодаря одному местному жителю казачье жилище выглядит теперь так, словно время его не коснулось. В начале 80-х годов дом купила семья Бориса Кузнецова, переехавшей из Киргизии на Кубань. Мы узнали уже здесь, что это старинная хата. В ней жил последний дореволюционный атаман Григорий Кочубей. И вот Боря, когда подрос, уже стал интересоваться этим. И уже в молодости захотелось ее восстановить, реставрировать. Вот мы занимались уже ею пять лет. Вот восстановили. Турлуч на хате, по мнению ее хозяев, около 150 лет. То есть построена она еще первопоселенцами станицы Азовской. Известно, что здесь жил последний дореволюционный атаман Григорий Кочубей. О станичном атамане семья Кузнецовых узнала от его внучки Нины Васильевны Кочубей, которая долгие годы берегла реликвии семьи, старинные иконы и фотографии. Мы восстанавливали эту историю по крупицам. Многое мы узнали от внучки атамана Нины Васильевны. Она рассказала о своей жизни, о детстве, как она проводила в этой хате. Она рассказывала разные истории, которые впоследствии приводили к новым интересным находкам. Хата атамана пережила гражданскую войну, период коллективизации. Служила штабом советских войск в период оккупации немецкой военной комендатуры. Дом смог устоять даже после фашистских танковых обстрелов. Во время Великой Отечественной войны в хате располагался штаб советской армии. И когда наступали немцы, они обстреливали целенаправленно эту хату. И вот в это окно попал один из снарядов. Здесь вы видите отметины на вот этих дубовых косяках от осколков снарядов, пуль. И позже, когда мы уже делали реставрацию, мы нашли эти осколки с металлоискателем от этих снарядов. Вот они есть мелкие, есть такие крупные осколки, части битого стекла из рам, которые вылетали. Когда Борис Кузнецов снимал старые полы, то обнаружил страшную находку – тонкостенную немецкую гранату М-39. Немецкую гранату мы нашли в том углу, где закопали во время войны хозяева хаты, старые вещи свои. И когда немцы зашли, то нашли, видимо, эту находку, этот схрон. И уходя, заложили туда такой подарок для владельцев немецкую гранату. Значительную часть комнаты занимает русская печь в сердце хаты. На ее создание у Бориса Кузнецова ушло два года. Печь выполнена только из традиционных материалов, без использования арматуры, бетона, азбеста. Печь мы решили сделать из глины по старинной технологии. И поэтому мы с моими друзьями 30 часов подряд деревянными колотушками вбивали глину между деревянными опалубками. Печь у нас получилась, она действующая. Там можно готовить еду в котелках, печь, хлеб и даже париться. Так как в старину раньше люди парились в русских печах. В ней можно обжигать керамику, сушить всякие ягоды, фрукты, коптить рыбу, мясо. В общем, печь была такой многоцелевой. Есть в хате и красный угол. Икону Божьей Матери, взыскание погибших, отдал в дар отец Петр, настоятель Святоникольского храма. Он же подарил старинное Евангелие, напечатанное еще при Александре II. На подворье хаты Атамана сохранились и другие свидетели истории. Рядом стоит ее ровесник, единственный в районе реликтовый можжевельник. Растение редкое, занесенное в Красную книгу. Размер его такой, что не обхватить руками, возраст насчитывает около 150 лет. По рассказам очевидцев, в годы Великой Отечественной войны немец-оккупант спилил верхушку хвойного растения и отнес на Новый год в местный дом культуры. К счастью, дерево выжило и по сей день занимает почетное место в центре подворья. Реставрация хаты Атамана заняла долгие пять лет. Много сил, труда и энергии пришлось вложить в восстановление дома Борису Кузнецову и его маме Екатерине Владимировне. Помогали друзья, знакомые, родственники, кто-то советом, кто-то материально, кто-то делом, трудом своим. Приходили и помогали, делали, таскали с друзьями камни, били печь. И хочется сказать всем, кто принимал участие, большое спасибо, всех благодарю. В замыслах Бориса Кузнецова сделать хату Атамана музеем, где каждый посетитель сможет прикоснуться к исконным традициям и быту казаков Кубани, попробовать местную кухню, поучаствовать в народных гуляниях. Этот музей отличается от многих других, потому что здесь все экспонаты, они находятся не за стеклом, все можно потрогать, испечь в печи пироги, посидеть, попрязь за прялкой или швейной машинкой старинной. И хочется, чтобы люди приходили, проводили какие-то вечера, вечерки, посиделки, пели кубанские песни народные, занимались творчеством и узнавали на практике культуру, историю нашей станицы и края. Елена Меркотан, Владимир Галуцкий, Павел Фисатиди, телерадио, компания «Атаман», Станица Азовская. Несовершеннолетние преступники и хитрые работодатели на особым контроле. 25 июля празднуется Всероссийский день сотрудников органов следствия. С 2011 года комитет стал самостоятельным ведомством, которое подчиняется непосредственно президенту России. В канун профессионального праздника наша съемочная группа побывала в следственном отделе по Северскому району и узнала об основных направлениях работы следователей. Профессия следователя очень важная, интересная профессия, постоянно узнают что-то новое. Также наша профессия важна, так как люди к нам приходят за помощью, поддержкой. Расследовав главные дела, мы вникаем в ситуацию, помогаем людям, пытаемся понять их проблемы и по возможности их решить. На сегодняшний день отдел возглавляет исполняющий обязанности руководителя Роман Копач, его заместитель Алексей Цуканов. В отделе работают старший следователь Влас Кузнецов, следователи Акоп Степанов, Аркадий Пескунов и помощник следователя Виктория Гудименко. Изначально следственный отдел образовывался на базе прокурорского следствия. Следователи Следственного комитета, в том числе и структурного подразделения следственного отдела по Северскому району, следственного управления по краю, занимаются расследованием уголовных дел тяжких, особо тяжких, в том числе совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Кроме этого, имеется иная категория дел, такая как расследование налоговых преступлений, коррупционных, должностных. В том числе немаловажную роль уделяется уголовным делам по невыплате заработной платы, поскольку это основная составляющая для социального слоя обеспечения мера для поддержания жизнедеятельности. Как отметил Алексей Цуканов, с начала 2019 года нераскрытых преступлений в отделе нет. По всем основным показателям, следственный отдел имеет положительную динамику. Указанное стало возможным, в том числе за счет появления новых видов экспертиз, экспертных исследований, установления дополнительных следов преступления. В связи с чем, данные новые методики позволяют раскрывать преступления как в отчетный период, так и преступления, совершенные ранее, прошлых лет. В свой профессиональный праздник все сотрудники органов следствия получают заслуженные поздравления от руководства и коллег. 25 июля 2019 года, в День сотрудников органов следствия Российской Федерации, хочу пожелать всем коллегам, прежде всего, здоровья, удачи и успехов во всех начинаниях. Здоровья, творческих успехов, чтобы работа им приносила только радость, все их дела раскрывались. Достижение поставленных задач, поскольку это все во благо граждан, которых мы оберегаем. Крепкого здоровья, профессионализма, успехов в профессиональной деятельности. Хочу пожелать каждому следователю, чтобы в каждом конкретном деле он не подходил с формальностью, а руководствовался чувством справедливости и законом. Утилизация вредных бытовых отходов – одна из главных экологических проблем современности. Из-за отсутствия специальных пунктов приема опасного мусора, негодные батарейки, лампы, оргтехника, требующие утилизации, зачастую отправляются в контейнер с обычными твердыми бытовыми отходами, что наносит значительный вред окружающей среде. Справиться с вредным мусором помогают экологические боксы. В Северском районе они пока установлены только в поселке Афибский. Новшество уже успели оценить местные жители. Чтобы решить проблему с опасными отходами на районном уровне, организована специальная бесплатная акция. Ее проведет агентство «Ртутная безопасность» в станице Северское, поселках Черноморский, Афибский и Ильский. Уважаемые жители Северского района, 26 июля 2019 года на территории района будет проходить акция по сбору и дальнейшей утилизации опасных отходов. А это батарейки, лампы, аккумуляторы, просроченные медикаменты, бойстекла, отходы пластика. Все эти отходы вы сможете сдать бесплатно для дальнейшей утилизации. Такая акция в Северском районе проходит впервые. Планируется, что сбор опасных отходов будет производиться теперь на регулярной основе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Зачем он тебе нужен? Рано или поздно он тебя бросит. Не усложняй себе жизнь. Нет, не бросит. Никогда. Я его уже люблю. Поздно. Но вам негде жить. Мне все равно. Он мой. Я его никому не отдам. Я же тебе сказала, люблю. Да что ты знаешь о любви? Ты еще молодая и глупая. Избавься от него. Мам, ты не понимаешь. Я твои ошибки не повторю. Я его сохраню. Это мой малыш. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»